30 октября свой профессиональный праздник отметили активисты профсоюза в Кубани. Работа профсоюзных лидеров – это невидимый фронт, который выступает не против, а за. Забота о соблюдении прав трудящихся во всех сферах, начиная от выплаты заработной платы до соблюдения техники безопасности на предприятиях – вот область их деятельности. С лидерами крупнейших профсоюзных ячеек Славянского района встретился глава муниципалитета Роман Сенеговский. Обсудить текущие дела в работе профсоюзов, выявить проблемные моменты, оказать содействие защитникам прав трудящихся – такую цель преследовала организованная встреча. На неё были приглашены лидеры профсоюзов отрасли образования, здравоохранения, агропромышленного комплекса и госслужбы. Работа профсоюзов – нелёгкий труд на общественных началах. Её значимость переоценить сложно, ведь там, где есть профсоюз, у работников возникает меньше поводов для недовольства условиями труда. Да и работодателям трудиться при наличии грамотно составленных коллективных трудовых договоров становится проще. Основное – это забота о наших людях, о трудоустройстве, о соблюдении норм, правил труда. Это соцсоревнования, которые проводятся для того, чтобы стимулировать к росту, чтобы был энтузиазм, чтобы было желание работать, трудиться. Я считаю, что все эти вопросы у нас решаются на серьёзном уровне. Вы, ещё раз говорю, фундаментально подходите основательно ко всем вопросам. Поэтому хочу вам сказать большое спасибо за труд. Гости встречи рассказали главе района о своих буднях, о тех рабочих моментах, с которыми они сталкиваются в отраслях. В целом их работа основывается на опыте длиною в несколько десятилетий. Потому у лидеров хорошо налажены контакты с руководителями предприятий и организаций. Регулярно проводятся праздники по линии профсоюзов, организуются трудовые соревнования. Решаются вопросы защиты прав коллективов, ведётся разъяснительная деятельность. И во всей этой работе профсоюзы находят понимание и поддержку от органов местного самоуправления. Я не помню ни одного главу, который бы нам не шёл на встречу, с нами не встречался, не слушал, не выслушал и не попытался решить наши проблемы. Я не помню. Всегда какой-то компромисс, какое-то решение всегда находили этих вопросов. Поэтому уж когда не удаётся никак вопрос решить, то в последней инстанции ты бежишь бегом к голове. Знаешь, что всегда поймёт. Сложности в работе есть во всех отраслях. К примеру, профсоюз работников агропромышленного комплекса. Частые смены собственников предприятий, которые происходят здесь, приводят к тому, что каждый раз каждого нового руководителя необходимо убеждать в значимости создания профсоюзной ячейки. В том, что это поможет решить массу проблем. И как бонус предприятия ПК, вошедшие в профсоюз, получают возможность участвовать в ежегодном трудовом соревновании, получать премии, а с нынешнего года ещё и переходящий кубок. Можно сказать, что в тех хозяйствах, где есть профсоюзные организации, там все социальные вопросы решаются. Для людей решаются все социальные вопросы. И там нет никаких проблем, можно сказать. Есть, это у каждого есть проблемы, но таких глобальных проблем нет. Поэтому я считаю, что там, где есть профсоюз, там есть и социальная направленность в развитии данного предприятия, данного хозяйства. В этом году мы учредили переходящий кубок. У нас в имени героя социалистического труда Барановой Марии Ефимовны. Это герой соцтруда, которая отработала рисоводом много лет. Это бывший рисовхоз Славянский. Сегодня мы учредили этот кубок. И, естественно, кубку денежная премия. Мы вот впервые будем в этом году вручать на Дне урожая лучшему именно хозяйству. Подводя итог встречи, глава района ещё раз отметил значимость той деятельности, которую осуществляют профсоюзы Славянского района. Он подчеркнул, что всегда готов к открытому диалогу с профсоюзами и оказанию содействия в их работе. Ведь создание комфорта для жизни и труда населения района – это общая задача, над решением которой трудится и местная власть. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова